В Нефтьюганске для голосования выбраны две территории. Первая – это детская площадка в центре города возле музыкальной школы. Ее хотят установить взамен демонтированной. Новый городок должен стать более привлекательным и современным. На резиновом покрытии детские площадки. Во втором микрорайоне у нас основной фишкой будет большая подводная лодка. Она будет 17 метров в длину, с солнечными батареями. Мы надеемся, что у нас лето позволит, чтобы хотя бы в летний период огоньки мигали. Вторая зона – это 8-й А микрорайон в районе 30-33 домов. Здесь тоже запланирована детская площадка. Она достаточно стандартная, однако проект ценен тем, что его вместе с жильцами разрабатывал депутат Сергей Андреев. На протяжении всей своей работы в Думе он старался сделать Нефтьюганск уютнее, большую помощь оказывал жителям своего избирательного участка. Именно этот проект за своими жителями он поддерживал, он разрабатывал этот проект с его участием. Мы хотели бы, чтобы там была табличка. Зайти на электронную платформу для голосования можно будет только через портал госуслуги. Впервые для помощи жителям привлечены добровольцы – школьники, студенты, серебряные волонтеры. Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая. Для этого наш штаб, волонтерский штаб, уже произвел набор волонтеров. Их 60 человек. Каждый волонтер снабжен формой. На пунктах будут планшеты, то есть волонтеры у нас будут с планшетами. Пункты, как уже сказали, будут размещены в МФЦ и в Жемчужней Угры. Каждая точка будет работать по 4 часа в день. Выходные – это 8 часов. В будни волонтерские пункты будут работать с 16 до 20 часов, а в выходные – с 12 дня до 8 вечера. Добровольцы объяснят, как зарегистрироваться, найти свой муниципалитет и выбрать территорию. Сделать это можно будет в любом месте – с телефона, планшета или компьютера. Каждый волонтер на дежурстве будет рассказывать о том, за что мы, за какие объекты голосуем. И также будет инструктировать попунктно. То есть, как можно это сделать, можно сделать прямо сейчас рядом со мной, либо когда вы уже будете дома. Собственно, инструктаж, как проголосовать, легче всего. В результате голосования победит только одна территория, которую выберут большинство нефтеюганцев. Благоустройство другого участка тоже будет выполнено, но немного позже. Инна Новикова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова